Это такая программа, где люди создают конференции, и мы по этим конференциям учимся. Есть плюсы, потому что у нас в классе есть доска, ну почти в каждой школе есть доска, и мы на ней пишем мелом, но мелом писать не очень мы, потому что он ломается, все такое. А на компьютере мы просто можем написать ответ, и все. У нас урок математики идет по WhatsApp. Как мы видим, не все из нас еще хорошо готовы к самостоятельности. Классный руководитель рекомендовала смотреть стилеуроки, однако они оказались бесполезными, потому что, во-первых, не совпадает расписание с заявленным, и во-вторых, учителя отметили, что темы, которые сейчас проходят, они не совпадают. Поэтому учителя записывают видеоуроки самостоятельно и высылают по WhatsApp. Дети также отправляют выполненные домашние задания через WhatsApp. По электронному дневнику смотрим оценки и домашние задания. Также было рекомендовано зарегистрироваться в приложении Я-класс, но оно не используется. Также музыкальная школа предложила проводить музыкальные уроки по WhatsApp. Дочь отказалась самостоятельно, занимается по самоучителю и YouTube. Хочу поделиться своими впечатлениями о онлайн-обучении. Первое, что приходит на ум, это очень нервозатратно. Второе, дети, сидя дома на самоизоляции, они не успевают расходовать всю свою энергию, и из-за этого нарушается режим дня, и его соблюдать намного сложнее. Плюсы самоизоляции, мне показалось, что это намного экономнее, потому что нет расходов на дорогу, на питание ребенка, на ежедневные какие-то мелкие школьные расходы, купить какое-то пособие, учебники, сдать на то, сдать на это, как бы всего этого нету. Еще один плюс лично в нашей семье, то, что к обучению детей подключились оба родителя, и я, и мой супруг тоже. Второй класс, ну, мне... Я вот делаю вот так, вот так, вот так, потом вот так делаю, и отправляю папе. Мама не разрешает слушать других, и вот, и вот так... Ну пишите, пятый вопрос. Какие животные нам дают шесть? Дают задания, скучные задания. Я делаю, отправляю учительницей на пеку. Я хочу, чтобы коронавирус быстро прошел, карантин закончился, и мы стали третьи классники, и чтобы мы опять сыграли, и никакого карантина не было.